Девушки отдыхают Скоро вернусь, не волнуйтесь. Оставайтесь здесь. Никуда не ходите. Где мой кошелёк? Мама! Мама, всё в порядке? Всё в порядке. Иди отдохни немного. Я скоро вернусь. КОНЕЦ Вам что-то нужно, юная барышня? Дядя, это кисть для письма из шерсти ласки. Вам нужна она? ЗОНТИКИ Дядя, почём у вас зонтики? Зонт восемь монет. Спасибо, дядя. Мне нужно пять. Хорошо. Вот пять зонтиков. Спасибо, дядя. Дождь пошёл. Идём сюда. Генерал Сюань. Мы здесь всё обыскали, но так и не нашли женщину с тремя детьми. Она не сможет далеко убежать с тремя детьми. ЗОНТИКИ Это она! За ней! За ней! Госпожа, не хотите купить зонтик? Сколько стоит? Шестьдесят монет каждый. Девочка, это слишком дорого. Но вы же торопитесь, верно? Как ты узнала? Потому что вы нетерпеливо смотрите на небо. Мой папа говорил, что время – это деньги. Я возьму два. Благодарю вас, госпожа. Сдачу оставь себе. Спасибо, госпожа. Возьмите вот эти два. Этот больше. Вот. Лейтенант Ченни – это люди семьи Доу. Никто не знает, выживут ли эти двое детей. Тут уж как судьба распорядиться. Сначала отвезите их. Мне нужно найти еще нескольких. Да. Для семьи Юань набрали достаточное количество солдат. Лейтенант Ченни. Лейтенант Ченни, вы нашли. Достаточное количество солдат, можете вернуться. Подобное вашим делом не является. Грозные мошенники. Такие возмутительные. Они должны отправиться в ад. Уходим. Спасибо, лейтенант Ченни. Дождь сильный. Возьмите. Семья Юань берет к себе детей, верно? У меня есть двое. Они могут пойти с вами. Жить в поместье семьи Юань непросто. Возможно, в следующий раз вы их увидите уже в братской могиле. К тому же, мы набираем солдатов в зависимости от их способностей. Если у них нет особых талантов, то мне очень жаль. Старшую из сестер зовут Хуа Мудзинь. Она очень умная и обладает необыкновенными способностями. Младшую зовут Хуа Мудзиньсю. Она любит играть с мечами. Прямо как мальчишка. Юйцзяо, у меня для тебя задание. Под видом набора на обучение солдат для семьи, найди детей со способностями шести сыновей. Отбирай их тщательно. Эти близнецы... Как раз то, что нам нужно. Но... Вы должны ещё раз это обдумать. Они очень умные. Я уверена, что они выживут. Фамилия моего мужа... Хуа. Мы из Линчжоу. Линчжоу? Хуа? Да. Мама! Тётушка Хуа! Поешьте. Где Мудзинь? Она вышла! Вышла? Я же сказала вам не выходить. Почему ты ушла? Эта заколка – папин подарок. Поэтому я сходила и выкупила её. Где ты взяла деньги? Папа учил меня наблюдать за небом. Если на небе облака, значит, будет дождь. Поэтому я продала кисть для письма и купила зонтики. И стала продавать их по завышенной цене. Как药 bent? Так же ты ушла. Не дождя. Я не знаю��� 지금. Потапа не racks해. Ну вот. Папа учил меня! Я знаю ваш дух. Мудзинь, Дзиньсю Мне так жаль Неважно, что случится в будущем Всегда заботьтесь друг о друге Проживите хорошую жизнь Тётушка Хуа, а я? Мама, ты же никогда не оставишь нас с сестрой Верно? Правда, мама? Правда? Правда, мама? Уже поздно, нам пора ехать Мама, она плохая женщина! Мама! Сохраните эти деньги И отдайте им в будущем Вы можете забирать детей Мама! 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 Почему бы вам не покинуть город с нами? Я не могу уйти с вами Помни, что сказал тебе папа, хорошо? Мама! Позаботься о сестре Нет! Госпожа Чень Это... Цефан Бедный ребёнок Заберите его с собой У тебя есть какой-нибудь талант? Я владею искусством фехтования Я буду защищать их Хорошо Он может поехать с нами Идите Мама! Мама! Идите! Идите! Мама! Идите! Мама! Идите! Тётушка Хуа! Мама! Тётушка Хуа! Нет! Мама! Мама! Пустите их! Мама! Тётушка Хуа! пустите тетушка гуа пустите меня я никогда не брошу вас я я я всегда буду рядом так Это место не находится под чьей-либо юрисдикцией. Никто тебе не поможет. Отдай мне эти две книги. И мы расстанемся по-хорошему. Мой муж скорее умер бы, чем отдал вам эти книги. Разве могу я предать его? Простите. Простите. Стой! Сюда! Идем! Ловите ее! Мама! Не кричи! Сюда! Мама! 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 Не смотри! Мама! 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 Пусти меня! Мама! Мама! Пусти меня! Пусти меня! Преследуйте повозку! Преследуйте повозку! Что тебе нужно? Отойди! Цифан! Цифан, не веди себя так! Какая всё-таки ухабистая дорожка! Сестрёнка, почему плачешь? Держись от них подальше! Не пойми неправильно, я просто... Я просто хочу успокоить их! Не поймаешь! Ты где? Если ты не поедешь в семью Юань, туда поедет Биин! Я иду! Не поймаешь! Как тебя зовут? Почему ты здесь? Меня зовут Яо Биин. В моём городе в начале месяца началась чума. Мои родители умерли. Дядя отослал меня сюда. Я скучаю по маме. Лейтенант Чэнь, это последняя группа. Генерал Шэн уже отослал предыдущие группы к господину. Возьмите этих трёх детей. Мы должны срочно уезжать. Люди семьи Доу преследуют нас. Значит, это и есть шесть сыновей. Правда, я совсем не ожидал, что маршалом будет девушка. Судя по шёлковому платку, ты из знатной семьи. Так что хватит лицемерить. Цефан, успокойся. А, герой. Значит, всё, что можешь, это издеваться над девчонками. Цефан! Отпусти! Не веди себя так! Пусти! Цефан! У тебя такой дурной характер. Кто ты? Не лезь в наши дела. Ребёнок, пойдём со мной. Нет! Цефан! Нет! Цефан! Цефан! Бессмертный Цзиньгу. Цефан! Цефан! Не бегите за ним! Цефан! Скажи господину Юаню, что я буду учителем этого испорченного мальчишки. Когда придёт время, он будет очень полезен. Всё-таки он — это ядро шести сыновей. Так что будущее семьи Юань находится в его руках. Какое будущее? Сама не знаю. Цефан, забрали! Он обязательно вернётся. Лейтенант Чэнь, боюсь, они пришли за нами. Боюсь, они пришли за нами. Нас меньше, чем их. Они такие высокомерные. Тётушка Чэнь, у меня есть идея. Генерал Сюань, какая главная из этих повозок? Маленькие плутовки. Поймайте их! Как ты догадалась, что они будут преследовать ту повозку? Иногда мы должны играть против правил. Поторопитесь, мы не сможем задерживать их долго. Хорошо. Цветки сливы немного завяли. Давай я принесу для тебя посвежее. Ничего страшного. Когда ты вырастешь, ты должен быть предан своему отцу. Сейчас твой папа решает дела. Сегодня он не вернётся. Завтра мы втроём пойдём наслаждаться цветением сливы. Хорошо? Поймите! 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 Продолжение следует... 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 Отныне мы всегда будем делить все горести и радости поровну. Вставай, Цзиньцю. Юй Фэйянь, у нас старший брат. Сун Мин Лэй второй брат. Биин третья по старшинству, я четвертая. А Цзиньцю самая младшая. Мы должны придумать для нас название. Название? Какое название? Как насчет пять молодых рыцарей? Да, отличное название. Отныне мы с вами едины и в радости, и в печали. Сестра, сестра. Сестра. Брат. Старший брат. Я так-то польщен. Давай. Цзиньцю. Давай. Пять молодых рыцарей. Дождись, когда зацветет слива. Старший брат. Ты говорила, что тебе нравится здешний пейзаж Поэтому я специально для тебя построил здесь дом Но я не ожидал Что ради меня Ты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ого! Какой большой! Дворец Юань также называют запретной усадьбой. Он расположен на горе позади города Сидоу. Внутри есть сотни дворовых хозяйств. Каждая из них сравнима по размерам с резиденцией. В будущем вам не стоит далеко уходить. Если вы потеряетесь, я могу вас и не найти. Продолжение следует...